Здравствуйте, друзья! Это 59 выпуск австрийского обозрения. С вами Дмитрий Балковский и goldenfront.ru. Во-первых, хотел бы восхититься вниманием наших дорогих зрителей. Орлиные взоры и не одного человека, а нескольких. Заметили, что я мог бы включить график сравнения цены паллади с золотом, но скорее всего намеренно этого не сделал. Но это конечно не так, я исправляю свою ошибку. Никаких тут не было у меня задних мыслей. Пожалуйста, посмотрите на этот график. И вот этот график цены на унцию паллади в граммах золота. И как видите, сегодня требуется почти в два раза больше золота для покупки одной унции паллади, чем в начале столетия. Стоит здесь добавить два небольших штришка, которые скорректируют ситуацию. Наверное, вы поймете, почему я не стал включать график паллади. Хотя на сайте golden front он есть, без проблем, можете опять же по ссылочке в описании этого ролика посмотреть, на него полюбоваться. То есть я ничего не скрываю. Но просто вы прекрасно представляете, что рынок паллади по сравнению с рынком продовольствия или нефти во сколько сотен раз больше рынок продовольствия и важнее энергоносителей, чем рынок паллади. А если сравнить продовольствие, как мы это уже делали в прошлом ролике, с золотом, то конечно золото правит баллы и в бензине, и в индексе продовольствия. И к тому же учтите, что паллади переживает просто в великолепнейшие времена в долларах США. Так что это тоже надо учесть. Но тем не менее очень приятно иметь дело со знающими людьми. Спасибо. И я продолжаю вас знакомить, друзья, с интересными персонажами с кризисных фронтов, так сказать. Сегодня я отобрал для вас самые интересненькие такие сочные кусочки из интервью с профессором Томасом Малининым из Финляндии. У нас в Финляндии вообще никого не было, ни на голом фронте, ни на нашем канале. Так что очень интересно его будет послушать. А сначала хотел бы несколько слов сказать о ситуации на официальном рынке золота. Мы давно об этом не говорили, но на самом деле за последние несколько месяцев там происходят события достойные внимания, интересные и я думаю, что они вселяют надежду в сердца золотых сберегателей. Так, в конце прошлого года очень много было разговоров о том, что Центральный банк в Венгрии внезапно увеличил свои золотые резервы в 10 раз, купил 28,4 тонны золота и обеспечил их физическую поставку, репатриацию в Венгрию. Венгерские золотые резервы выросли с 3,1 тонны до 31,5 тонн. То есть значительный мощный рост. Польша также обратила внимание на золото. В 2018-2019 годах польский ЦБ купил 125,7 тонны желтого металла и теперь у него в закромах почти 230 тонн золота находятся. 100 тонн из 125,7 было куплено в 2018 году, а 25,7 тонн было куплено в 2019 году. И также стоит отметить, что польский ЦБ принял решение половину золота доставить из лондонских хранилищ в Польшу и таким образом хранить его на территории страны. Об этом много было подробных материалов на Golden Front в то время опубликовано. И соответственно можете тоже посмотреть все это по ссылочкам у нас в описании ролика. И тенденция на покупку золота ЦБ не ослабевает. Начинают покупать золото страны, которые либо вообще его не покупали, как например Сербия, которая 14 ноября объявила впервые о покупке 9 тонн металла на международном рынке. Либо Германия, которая не покупала золото больше 20 лет, купила в октябре 3,5 тонны почти желтого металла. Также продолжает покупать золото Монголия. Монголы купили золото с января по октябрь 12,9 тонны. И Россия продолжает покупать, покупает каждый месяц уже много лет. И в октябре купила 9,3 тонны. И сейчас в России 2250 с копейками тонн находится в резервах. И теперь две такие знаковые, но не золотые новости. Во-первых, банк Харбина, китайский, один из крупнейших банков на востоке страны, был санирован государством. 100 миллиардов долларов активов было у него на балансе. 48 процентов этого теперь принадлежит государству. Но фактически китайское правительство, конечно же, контролирует все это. То есть оно получило очередной ковш навозов. Свои так уже испоганены кредитным безумием закрома. Еще одна очень интересная новость прогнозная с фондового рынка. Поступила она в октябре, но забыл и упомянуть очень хотел. Поэтому расскажу вкратце. Миллиардер Рон Бэрон, американский, прогнозирует индекс доу, фондовый американский индекс, на отметке 650 тысяч через 50 лет. Сейчас, я напомню, он торгуется где-то в районе 28 тысяч. То есть представьте какой-то мощный рывок вверх. Чтобы достичь отметки 650 тысяч доу придется расти со средней скоростью 6,5 процентов в следующие 50 лет. Вот посмотрите на эти графики, очень любопытные. И вот как этот прогноз выглядит графически. Посмотрите, доу практически плоский на протяжении всей своей истории, которая началась в самом конце 19 века. И потом он уходит в небо. Вот такая вот мощная линия роста. А вот как выглядит фондовый индекс венесуэльских акций. Венесуэла, как мы знаем, недавно пережила гиперинфляцию. То есть сходство с предыдущим графиком очень сильное, не правда ли? И вот теперь отрывки из интервью финского профессора. Добро пожаловать в подкаст Геополитика и Империя. Сегодня мы беседуем с Томасом Малениным, главой и главным экономистом компании GNS Economics, специализирующейся на экономическом прогнозировании. Он также работает адъюнкт-профессором экономики в Университете Хельсинки. Ведущий, сегодня мы поговорим о том, что вы называете первым всемирным экономическим кризисом и депрессией. Давайте начнем с ваших цитат, которые я обнаружил на вашем сайте. Вы, в частности, говорите, что грядущий кризис будет исключительным в одном важном аспекте, так как это будет первый действительно всемирный экономический кризис и депрессия. Так что же сегодня происходит и чем текущие события отличаются от прошлых? Томас Маленин. Я думаю, что мы уже переживали два почти всемирных кризиса. Первым из них была Великая депрессия, а вторым Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов был относительно мягким. Это был всего лишь экономический спад, тогда как Великая депрессия была всемирной, в том смысле, что она ударила по США, Германии, Великобритании, Франции и другим европейским странам. Но в действительно тяжелой форме она проявилась лишь в США и Германии, в какой-то степени в Великобритании, тогда как другие страны, как, например, Швеция и Финляндия, пережили ее относительно легко. Но на этот раз наши экономики стали куда более глобализированными, а если учесть вездесущее влияние центральных банков и программ количественного смягчения, у нас повсюду пузыри. То сердцем грядущего кризиса будет, скорее всего, Европа, так как именно в ней расположено самое большое число системно важных банков. Так что всемирным этот кризис будет потому, что он, во-первых, ударит по финансовым рынкам всего мира, а во-вторых, по европейскому банковскому сектору, который, как мы ожидаем, начнет обваливаться в этом, то есть в четвертом квартале текущего года или в первом квартале следующего года. Профессор Малинин прогнозирует очень вероятный и возможный распад Евросоюза, и вот что он считает основным препятствием для выхода стран-членов из него. В ходе наших исследований мы обнаружили, что важнейшим препятствием для выхода из Евросоюза для его стран-членов является упразднение страновых платежных систем. Это затруднит процесс выхода, но он вполне возможен. Суть здесь в том, что очень вероятный крах европейского банковского сектора будет означать смертный приговор для евро как такового. И теперь о роли Китая. А вот этот график кредитного импульса Китая мы уже упоминали несколько раз. Хочу показать вам еще раз. Вот он, этот важнейший и зловещий график китайского кредитного импульса. Что это такое? Это просто объем кредита, создаваемый в китайской экономике, и его эффективность. Как вы видите, кривая у нас здесь резко понижательная. То есть мы видим пик после кризиса 2009 года, и далее все идет вниз. Этот график чрезвычайно важен для понимания того, что профессор Малинин скажет в следующем отрывочке. Ведущий, у вас были отличные посты в Твиттере о том, как Китай, а не Федеральная резервная система, служит двигателем глобального цикла. А если быть еще точнее, то именно китайская теневая банковская система и ее мощные стимуляционные операции помогли мировой экономике выздороветь после 2008 года. На Китай пришлось более 50% всех капитальных вложений в крупнейших экономиках мира с 2009 по 2017 годы. К тому же более 60% новых денег в мире за период был создан китайскими коммерческими банками. Что вы скажете обо всем этом? Томас Малинин. Китай сегодня — это Америка 1920-х. Если посмотреть на статистику, то США были мировым банкиром до начала Великой Депрессии. Китай им является сейчас, и долговой пузырь, который США раздули в 1920-х годах, не идет ни в какое сравнение с тем, что есть сейчас в Китае. В 2009 году Китай просто приказал своим банкам давать взаймы, и всего за один год они удвоили объем кредита. И такая динамика продолжается и по сей день, хотя она все менее и менее эффективна. И теперь три сценария грядущего всемирного краха или всемирной депрессии, как он это называет. Томас Малинин. Мы представляем три сценария возможного развития событий. Первый и самовероятный — глобальная депрессия. Второй сценарий — системный кризис, сопровождающийся крахом всей банковской системы. Третий сценарий — глобальная санация и деперинфляция. Даже если мы всего лишь переживем всемирную депрессию, то это уже будет очень болезненно. Она вымоет из системы все плохие инвестиции и экономические решения. Но мы увидим быстрое выздоровление в течение 5-6 лет после этого. Второй сценарий — системный кризис, что значительно хуже первого. Так как тогда у нас будет полный крах финансовой и банковской системы. А это, возможно, потребует перезапуска кредитно-денежной системы с использованием золота. Об этом несколько недель назад как раз заявлял ЦБ Нидерландов. При таком сценарии восстановление займет 5-10 лет. Но если, хотя сейчас это кажется маловероятным, мировые центральные банки просто все купят, проведут глобальную санацию, то мы увидим нечто просто ужасное — мировую гиперинфляцию, слом общественных структур. Все это происходило, например, в Еймерской Германии, начало 1920-х. И это будет наихудшим сценарием. Люди и компании поднимаются из кризиса. Но гиперинфляция и потрясение такого масштаба — это совершенно другая ситуация. Так что я надеюсь на то, что когда начнется кризис, у центральных банков хватит мудрости либо не проводить глобальную санацию, либо граждане политики их остановят, не позволят им этого сделать. Потому что глобальный выкуп нанесет огромный ущерб всему миру. Я, конечно, не стал бы рассчитывать на мудрость центральных банкиров и политиков. И вообще не стал бы разделять центральных банкиров и политиков, потому что это, конечно, одна банда. Но увидим. Посмотрим. С вами был Дмитрий Балковский. Подписывайтесь, лайкайте. До свидания.